С теми ведическими знаниями, как это описано, все очень хорошо ясно в этом тексте, что демоны, они были великие ученые, они понимали устройство мира очень хорошо, внутреннее устройство мира. Сегодня утрачено это понимание внутреннего устройства, и развивается наука внешних связей, законов, это диалектика. То есть как взаимодействует внешним образом материя, материя отличается химия, математика, физика. Также на этом же уровне рассматривается жизнь людей, социальная жизнь, политическая жизнь, чисто внешние обстоятельства. И с внутренней точки зрения почти никто не рассматривает, либо очень незначительно слабо. То есть почему? Потому что они могут управлять внутренней энергией, не могут управлять жадностью, например. Как устранить жадность, никто не знает, нет такой науки. Поэтому они принимают это как данное природы, как основу, это вожделение, жадность. Так говорится в Бага Водите, для демонов закон, основа, это вожделение, принимают как данность. Как аксиому, и на этой аксиоме они строят мир. Раз есть вожделение, значит должна быть жадность, должна быть зависть, должна быть какая-то сила, которая сможет конкурировать, сражаться, соревноваться, побеждать. И таким же слабые они отпадают, выживает сильный. И вот похоже так устроен мир. Это сегодняшняя точка зрения, внешняя. Но здесь мы видим, что демоническое мышление может быть глубже. Они осознают положение Бога. Но они, что единственное, отделяют Бога от этого мира, пытаются отделить его. То есть свой мир создать, ну пусть Бог есть, но у него есть свой мир, у нас есть свой мир. И мы границу установим и так, чтобы Бог не вмешивался. В этот мир здесь вот как раз есть предложение. Через браманов проникает сознание Кришны в общество. И какие-то духовные знания, вот самоконтроль, чувств, такие качества, как сострадание, смирение. Вот эти качества, они ослабляют демоническую культуру. И человек не может господствовать в этом мире, обладая качеством смирения, допустим. А демоны, они хотят стать на место Бога, поэтому они хотят мир создать свой, где они бы могли занять это положение божественное. И здесь стихи еще раз прочитаем. Суть браманская культура в том, чтобы ублажать господа Вишну. То есть так проникает внутренняя энергия и распространяется высшая внутренняя энергия в этот мир через то, что есть Явья-Куруша. И люди, совершая эти Явья-Куруша, получают могущество внутреннее управлять своими умом, чувствами, поведением. То есть высшая культура устанавливает через религиозные обряды. Даже через мемансу, просто из брамана, которые изучают мемансу, какие-то обряды, логику. Уже это меняет сильно мир. То есть обряды, как и это деятельность, люди станутся более благочестивые. Господь Вишна – это высшая цель законов религии и примерящий для полубогов, великих питов и обыкновенных людей. То есть для всех, и для полубогов он источник силы, и для предков великих, и для обыкновенных людей, для всех разумных живых существ он является такой вот главной основой духовной. То есть Кришна себя одинаково распространяет во все сферы, проявляется во всех цивилизациях, во все времена, во всех формах жизни. Если уничтожить браманов, никто не будет побуждать кшатриев совершать ягьи. И тогда полубоги, лишившись положенных им подношений, очень скоро расстанутся с жизнью. То есть они просто ослабнут, потеряют силу, благость. Благость ослабнет, они не смогут жить. Если сегодня, скажем, человек праведный, ему очень трудно выжить в этом мире. Скорее всего, не понимают, его преследуют, он очень праведный человек, справедливый, скажем. Не молчит, видит, какой несправедливость будет говорить, он долго не выживет в этом мире. Сегодня люди молчат в виде несправедливости. Публично не хотят выступать, это нужно таким очень смелым человеком, чтобы выступать публично. И говорить, что есть правильно, что неправильно, где есть правда, где есть ложь, это опасно для жизни. Очень скоро расстанутся с жизнью таким образом. И почитаем комментарий. Шопа-Упада. Поклонение Вишну – это основа брамовской культуры. Поэтому Хирани Кашипу задумал убить Вишну, рассчитывая, что после этого браманская культура разрушится сама собой. С разрушением культуры браменов люди перестанут совершать ягьи. Это приведет к тому, что дожди будут все меньше и меньше. Ягья, Бавати, Паджаня. Весь мир кажется в бедственном положении. Полубоги потерпят крах. Вот такой план. Как убить Вишну? Хирани Кашипу, конечно, понимает, что убить Вишну невозможно. Понимает, что он расположен в вечности, знаний блаженства, знает, что он духовен. Но имеется в виду убить его в этом проявлении. Уничтожить. Уничтожить его проявление. Аватару, допустим. Можно аватарубить, и он просто существует у себя в обители. Но здесь его можно как бы убить. Камса тоже надеется, что как только родится Кришна, он просто убьет его в форме младенца. Он будет играть роль обычного человека, и в этой роли можно его устранить. Таким же образом они думают. В этом стихе ясно показано, какие беды несет человечество уничтожение ведической арийской цивилизации и прекращение обрядов, проводимых браманами. Даже просто если обряды проводить, уже в мире будет какая-то культура. Будут хорошие перемены. Это хорошие, правильные обряды, ведические. Не всегда их понятен смысл многим людям. Но они привлекают своей атмосферой. Яги совершаются. Раздается потом пища бесплатно. Одежда браманам раздается. Подарки людям. Какая-то благотворительность широкой свершается во время жертвоприношений. И людям нравятся такие вот праздники. Они могут не сознавать Бога напрямую, но через такие праздники они думают, о, хорошо. Вот так они понимают присутствие Бога в этой мере через жертвоприношения. Ягерта, кармононитра. То есть освобождает ягья от кармы. И люди себя чувствуют хорошо в обществе. Вот обряды, они тоже очень могущественны, на самом деле. Но если устранить Бога, то обряды потеряют смысл. То есть они не будут проводиться в честь кого. Как это сделал Будда? Он устранил понятие Бога, что прекратить все эти обряды. Кармами мамсы, где совершаются жертвоприношения животных. И вот если Бога устранить, жертвоприношения естественным образом остановятся. Так и случилось. Он освободил людей от насилия над животными. То есть понятие Бога должно сохраняться в чистоте, иначе опасно тоже. Иногда для цели удовлетворить Бога, человек начинает совершать ужасные преступления, войны. История тоже известна. Для удовлетворения Бога убивать человека, язычников, других людей, животных. Да, так же режут, убивают под прикрытием этой философии поклонения Бога. И тогда Будда приходит. И Калао Шудра Самбава. Современное общество состоит в основном из Шудр. Поэтому браманская культура сейчас утрачена и по-настоящему. Восстановить ее чрезвычайно трудно. Не знаю, как в английском, но здесь в русском использовано слово «чрезвычайно». «Extremely». 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 Действительно, это чрезвычайно трудно. То есть очень-очень трудно. Почти невозможно чрезвычайно трудно. Но если люди, следуя Совету Господа Читания, станут петь Святое Имя Бога, им будет очень легко возродить культуру браманов. «Харирнама, харирнама». «Харирнама векевалам». Из-за того, что людей, обладающих демоническими качествами, стало слишком много, культура браманов пришла в упадок. А современные правители далеко не акшатрии. То есть они не могут ее установить, браманскую культуру. Представьте, да, вот, даже те, кто обладает властью, они не могут поднять престиж святых людей в обществе. Представить чистых людей так, чтобы общество следовало их примеру. Не знают, как это сделать. Они при помощи образования, они не могут, хотя в образовании могут включаться какие-то великие личности, изучают их историю, их труды. Но вот мою бытность, ни одного святого не изучали в школах. Не было такого. Я не знаю, сейчас изучают серьезно или нет. В нашей программе ИСКОН, конечно же, есть такой раздел изучения жизни святых, таких, как Госвами Уриндавана и других, Пахстан Срасвати, Махарач, мы хотим тоже знать его жизнь, как он получал посвящение, как он стал проповедовать, как стал ачарией, какова была его миссия, также об аватарах. Все это очень важно восстановить, чтобы люди изучали это везде, в школах, в институтах, тоже в учебных заведениях, чтобы исследовали это, как ученые. Такие степени, чтобы получали. То есть, например, чтобы получить степень ученого в Индии в те времена, нужно было знать в совершенстве логику и обряды в совершенстве. Логику и обряды, то есть без мистики, без каких-то таких необъяснимых вещей. Все логически обоснованное, все наблюдается, какие-то обряды, все. Это первая степень учености, она еще, если подразумевает три вещи, логику и обряды, либо выучить наизусть одну из четырех век. Наизусть. Одну из четырех век тоже читает ученые степень, знать наизусть. Ну, предполагается, что если человек наизусть знает, скажем, Бхагава-дхиту, то у него будут всплывать вот эти шлоки в течение его жизни. Эти знания начнут применение через его память и ум. То есть это тоже степень определенная, способность запоминать такую информацию. И либо стать наставником опытным, который может людям давать духовные советы, поддерживать их. Вот мы практикуем, скорее всего, третий уровень учености в сознании Кришны. Мы изучаем Бхагава-дхиту, мы практикуем, воспеваем святые имена, и мы становимся наставниками все. Становимся гуру, как по настроению Господа читания. Вот это происходит, как здесь описывается. Каждый ващнаф становится гуру. Каждый. Эта степень учености тоже включается, как подточник. И далеко не кшатрия, поэтому кшатрии сегодня не знают, как установить это знание, как его раскрыть. При нынешней демократической системе любой шудра может быть избран на высший государственный пост. Получить бразды правления страной. Представьте, что сегодня происходит в реальности. Мы рассчитываем, что правители мира имеют какую-то квалификацию, но наблюдая за их поведением в средствах массовой информации, мы видим, что они не обладают квалификацией. Сегодня, да, это очевидно становится все больше и больше, что не обладают квалификацией. Влияние кальюги отравляет все сферы жизни и в шахтрах. Бхагаватам 12.2.13, поэтому сказано. Дасю праешу раджасу. В эпоху калии правители будут действовать как дасю разбойники. Не будет браманов, которые давали бы людям верные наставления. Даже если кто-то и даст мудрый совет, ни один правитель не сможет ему последовать, потому что не будет истинных кшатвиях. Мы видим, чтобы следовать духовным наставлениям, нужна очень большая внутренняя решимость. Как? В основном люди понимают, что наши регулирующие принципы хороши, но у них нет решимости следовать этим принципам. Поэтому они не выбирают сознание кличное. Из-за таких строгих стандартов они могут бояться. Но почему преданные практикующие могут принимать эти принципы, а люди не могут? Решимость. Присутствует внутренняя энергия. Через воспевание святого имени присутствует внутренняя энергия, и это называется решимость. Эта сила внутренняя позволяет любому практикующему преданному отказаться от мяса, рыбы, яиц, принятия интоксикации, от азартных, незаконного секса. То есть решимость, она присутствует, и она становится сильнее и сильнее со временем. Настолько сильная, что не возникает даже вопроса, соблюдать принцип или не соблюдать принцип. Становится естеством духовным. Для души это естественно. Никого не есть там, никого не эксплуатировать, не дурманить себя, быть в ясном сознании. Это естественная вещь, но когда эта решимость, она как проводник нас переведет под руководство внутренней энергии. Эта решимость называется. Ну и саниасы обычно, как правило, это вот тоже, это решимость. Когда человек уже развил такую решимость, он может принять отречение от мира. Нерешительные люди не могут сосредоточиться на Кришне, на духовном, как говорится. Многовитви с разумом, те, кто нерешительные, они запутываются в собственном уме. И то есть кшатри, они по природе должны быть решительными, по идее, но здесь Прупада говорит, они с пекали, дасью, разбойники, это не в другая решимая, со всеми не могут. Вот, в духовную жизнь войти. Да, не только в Халю-югу, но и в былые времена, когда демоны набирали силу, такие злодеи, как Хирани Кашипу, стремились уничтожить традиции браманов и лишить людей кшатриевского правления, чтобы создать в мире хаос. Конечно, в Сати-югу этот замысел осуществить было очень трудно, однако в Халю-югу, когда повсюду так много шудр и демонов, предать забвению обычаи браманов ничего не стоит. И возродить их теперь можно только пением махамантры. Возможно, только пением махамантры. Движение сознания Кришны, которое еще называют движением Харе Кришна, для того и было начато, чтобы с помощью этого совсем несложного метода возродить культуру браманов. Тогда люди смогут уже в нынешней жизни обрести мир и счастье, а после смерти подняться на более высокий уровень бытия. Да, это движение было начато в мире, в котором невозможно было возродить браманическую культуру. Вот это удивительно. Что такое авторитетная духовная практика? Даже если один появляется чистый, преданный, можно изменить весь мир. из-за упада один приехал в западный регион мира всего. Представьте, Индия – это небольшое пространство на планете, далеко небольшое, и даже там была уже утрачена, ну, в полном смысле была утрачена браманическая культура, пришла в упадок. Не говоря уже о западном мире, куда вообще не хотели приезжать индусы, боялись, что они европеизируются, они не смогут там выжить, потеряя свою культуру, свои традиции, свои династии. Крупада один поехал в западный мир, поскольку это была авторитетная практика, чистое святое имя, вот видите, что произошло. При этом он создал, не просто создал преданных, которые начинают практиковать и не знают, как выжить, в этом мире он создал движение Сан-Киртене, коллективное, которое позволяет нам поддерживать наши силы и решимость. Общество Ваишнава создал с управлением, GBC, то есть фактически это государство, где не шудр управляют, а настоящие уже духовные люди, которые кшатри по природе, и ребраманы по природе. Крупада создал таких людей, и теперь эти преданные, они пытаются, стараются изо всех сил управлять, создавать эти законы новые для нашего общества, для движения, чтобы создать уже новый социум, духовный социум, чтобы это стало Варнаши Мадхармой, и уже обычно люди могут присоединяться к Варнаши Мадхарме. К искону не все присоединятся, Варнаши Мадхарме могут любой человек присоединиться. Но именно искон будет таким вот фундаментом и началом, он уже есть, фундаментом и начало для того, чтобы трансформировать общество, мировое общество. То есть, говорит Кришна Махаманта, если чисто воспевается, она обладает безграничным могуществом. И неважно, сколько предных в мире, важно качество воспевания. Если пропадает, это доказал, мы тоже принимаем всерьез то, что сказал Павлопада, именно вот 16 кругов Махамантры, в Индии практически никто из людей всерьез не принимает обеты, либо снижают сильно эти обеты до 4 кругов, там может быть каких-то 1-2 принципа, но пропасла 16 минимум и 4 принципа. Все, не 3, не 2, не 2, а 4 и так далее. Не один. Вот такие стандарты Павлопада дал. И следуя этим стандартам, какая-то часть преданных, которые следуют строго этим стандартам, будет сохранять чистоту и решимость в этом замысел. То есть, Павлопада Махамантра очень могущественная. И вот таким образом на нас возлагается такая ответственность повторять в свои 16 кругов 4 принципа, главная ответственность. И тогда, естественно, что-то будет происходить с нашей речью, с нашим поведением, с нашими чувствами. Естественно, мы начинаем распространять сознание Кришны волей-неволей. Если у нас хорошая садана, хорошая садана. Это вот устроил Павлопада Махамантра. Организовал искон. По наставлению Байистан с Расвати, то есть, нужно было это практически осуществить. Павлопада был и за Абрамана, и за Кшатри, и за Вайшью, и за Шудру. И он говорит, я человек 5 класса, потому что служу всем. Он был чистым, преданным. Он нас научил просто служить Кришне. Будучи Шудры, будущий Вайши, будущий Шадри, будущий Брэм, не имеет значения. Киба, Прагибан, Яса, Шудракинь, Павлопада все делал. И все это называл чистым, преданным служением. Вот нам нужно вот это понять, тогда мы сможем это могущество Павлопада унаследовать. Унаследовать. Мы не должны стесняться никакого служения, никакого вида деятельности в преданном служении. И делать это с полной отдачей в сознании Кришны. Любое служение, которое мы совершаем. Важен принцип служения. Это главное. Итак, появится, Павлопад говорит, если широко проповедовать, Хари Киртан, движение Сан-Киртаны, само собой, возродится культура Браманов, само собой. Появится истинный правительство Кшатии, а это значит, что люди будут по-настоящему счастливы. То есть, согласно Шримад Багава, культуру чрезвычайно сложно Браманическую установить, возродить. То есть, Багава говорит, что в Кали-югу вся Браманическая культура упадет. Все. Погибнет. Погибнет. Это Шримад Багава говорит. А Читань чередами-то говорит, что будет Золотой век. Поэтому упадет ссылается на движение Господа Читанье. И говорит, что это возможно возродить при помощи его движения Господа Читанье. В течение какого-то времени Кали-юга отступит. Дорогие мои, сейчас я узнал еще не Кали-юга. Вот мы ужасаемся этим признаком, но это только переходный период в Кали-югу. Еще остаются какие-то качества, какие-то проценты, доли процентов правдивости и благости в обществе. И люди еще, смотрите, чувствительны к духовному знанию. Видимо, в Средней Азии люди слушают и мусульмане начинают слушать, христиане начинают слушать чувствительны. Но это переходный период. Когда Кали-юга вступит в свои права, люди не смогут, не смогут ничего практиковать. Вообще ничего не смогут практиковать. Сегодня мы видим у нас такое поле деятельности, столько людей сейчас интересуются, «Боже мой, это еще не Кали-юга, это еще только переходный период. Как я помню, он длится примерно 30 тысяч с лишним лет. Прошло 5000 лет переходного периода. Формально это уже время Кали-юги, но вот здесь переходный период и вступает в силу уже. Так Кали-юга, которая описана в 12-й песне Бхагаватам, где люди маленького роста, где они живут всего по 20 лет. Это описывается, это позже проявится. Мы еще живем 100 лет, стараемся выжить 100 лет. Еще какие-то есть у нас основы, мы еще не потеряли слов, такие слов, как «Абсолютная истина» и «Бог». В некоторых регионах это потеряно, в небольших, скажем, как в Китае, такого понятия нет, и то возрождается. Но даже в советские времена, времена атеизма, слово «Бог» не было потеряно. Смотрите, люди где-то это хранили, эту веру, как-то вот 70 лет как-то вот выжили, несколько поколений сменилось, тем не менее, слово «Бог» не утратило своего значения, смысла в обиходе. Вот, а уже когда наступает Калиюга, если вы только слово это произносите, просто слово произносите «Бог», нас сразу стреляют без суда и следствия. Вот это слышал Гопал Кришна Гаства, в Калиюгу, как только вы слово «Бог» произносите, вас сразу стреляют. Вот это Калиюга. То есть вы сказали кому-то «Не дай Бог», и все, высшая мера наказания. Это слово применять подобно смерти. Это же Калиюга. И нет такого греха, который люди не совершали. Это становится правилом закона. Вот такие описания века Калия. Поэтому уже сейчас в переходный период трудно восстановить романическую культуру, но при помощи движения Господа и читания это происходит. Присходит. Каждый из практикующих предных должен стать Браманом. Стать наставником. Возможно мы наизусть не учим Бхагава Дхиддиту. У всех такая память сегодня. Возможно мы тоже запутаемся в этих всех обрядах, немамсах и логике. Мы тоже не так сильны интеллектом. Но при этом смотрите можно стать духовными наставниками. Понялся Господи дочитание. Он говорит стань кем бы ты ни был шудрой или браманом. Ты можешь быть наставником, потому что ты знаешь науку о Квишне, науку предного служения. Она проста. Она не требует каких-то особых обрядов сложных, не требует какого-то интеллекта сверхъестественного. Это природа души. Это природа души. душа не носит багаж с собой каких-то знаний или вещей или богатств. Она связана с Кришной. И все, что необходимо, она получает от Кришны. Как если маленький ребенок, он может быть неразумный достаточно. Он не знает многих вещей, не звучал. Если рядом отец, просто может спросить у него, если он что-то не знает. Что это? Отец говорит, ребенок повторяет. Все понятно. Вот это наш путь. Но если появятся какие-то люди с феноменальной памятью, которые могут изучить запомнить Бхага в Аддиюту или читанье чередами наизуист. Я видел человека в Аддиюте, который знает читанье чередами наизуист всю. Каждое утро ее прочитывает слух. Он в Пуджаре в одном храме. Местный бенгалец. Он всю жизнь в Пуджаре. Читанье чередами прочитывает каждое утро наизусть. Вот такая степень есть. И когда даже преданные искон практикующие узнают об этом, они удивляются. Как удивительная такая память. Я говорю уже об обычных людях. Если у нас появятся люди с явленными способностями постепенно будут появляться, это движение будет набирать авторитет даже среди обычных людей. Тут будут проявляться какие-то способности, сверх способности. Преданные они уже могут отвечать на вопросы, они уже немножко знают законы джотиш или аюрведы немножко, уже имеют духовный опыт, уже знают, что бог это личность, не могут это доказать. Представьте себе это это уже такие знания невероятны для обычных людей, для обычных людей. Невероятно, это просто невероятно, то, чем преданно обладают. Но это не предел, не предел, будет восстанавливаться браманическая культура, браманическая память, здоровье, интеллект, чувства браманические, чистота браманическая, это несомненно производит сильное впечатление на обычных людей, когда они видят брамана квалифицированная. Для них это как полубог в их восприятии, это что-то сверхъестественное. Они просто его слушают с благоговением и ничего не могут сказать, возразить. Просто поражаются браманами. Такие браманы были когда-то, и вот они также могут появиться у нас в Исконе и появляются постепенно такие квалифицированные браманы. Поэтому на этом классе Бхагавата мы сияющими, которые знают вывод всех вет, которые могут чисто воспевать людей, вовлекать в санкиртана ягью, раскрывать им смыслы священных писаний, которые могут помочь во всех областях жизни, профессии, семейной жизни, здоровье. То есть они будут широких познаний люди, широких и глубоких познаний. Как это все восстановить? Ну вот надо повторять. Хареи кришна Хареи кришна Раскрытая Махамантра, часть ее. Или Джайра Даманава Кунджа Бихарь, это тоже раскрытая Махамантра. Там весь Вриндаван. Или Баджаны, Ачариев, это тоже раскрытая Махамантра. Вот мы все на этом сосредоточены, на Махамантре и ее в таких ипостасях. Все это внимательно мы изучаем и очень-очень быстро можем продвигаться по этому пути. Независимо от того, насколько мы погрязли в прошлом, в своей карме, в грехах, в прошлых жизнях. Независимо от этого, потому что это Махамантра, это благословение для Кали-юги. Любой человек может достичь освобождения, просто воспевая Киртан с именем Кришны. Особенно там есть имя Кришны, там раскрывается весь Вриндаван. Ну вот, спасибо большое. Мы можем обсудить, если есть вопросы, эту тему. Парик Кришна, Чайтанья Чайна Чайна Чайпро, большое спасибо. Дорогие преданные, если у вас есть вопросы, дополнение комментариев, вы можете поднять руку, нажав на определенную кнопку. Мы вам дадим возможность сделать это или включить микрофон. Вот пока еще поднятых рук нет, можно я начну? мне очень понравилось как вы сказали ближе к концу что до калиюгу вот эта ситуация деградация халаушудра самбава но мы можем стать наставниками и мы привели пример даже если мы подобно ребенку но рядом есть отец которым можно обратиться или задать вопрос и с этим вспомнил анекдот потом конечно скажу очень важную вещь которую вы сказали о святом имени отец с сыном сидят в лодке в лодке или на лодке в лодке и ребенку скучно и он спрашивает у отца а папа папа скажи пожалуйста а почему рыбы не тонут отец задумался думает не знаю сынок не знаю через какое-то время сын спрашивает папа папа скажи пожалуйста почему небо голубое отец посмотрел на небо точно и синие не знаю сынок не знаю а потом дальше продолжается сын еще какой-то вопрос задает и ответ также не знаю а потом сын спрашивает а папа не то что это тебе беспокоит своими множественными вопросами отец говорит нет нет задавайте ног задавая иначе ты останешься не учим неграмотно поэтому чтобы не стать таким отцом для жителей калий юги мы должны регулярно изучать вернее регулярно повторять харикаш на маха мантру в минимум 16 кругов которые дошло и так же хотел добавить что слушать шамад бхагават вы сказали есть некоторая молитва которая скрывает маха мантру ари харай или джай рада мадова и вот шамад бхагават раскрывает имя качество форма деяния господа поэтому очень счастливы что сегодня в вашем обществе слушаем шамад бхагават вот и и еще вы сказали сегодня чтобы романическую культуру тексте прямо говорится чрезвычайно сложно восстановить калию романическую культуру но это возможно в том числе если мы как и сегодня опять прошу прощения за автологию сказали раньше люди физические времена получали ученую степень если они наизусть выучивали какие-то разделы вет или одну из вет или глубоко постигали те или иные аспекты которых из наведом и и вы также упомянули что ученую степень получали если они знали жизни святых изучали и могли рассказывать о жизни святых и в связи с этим я вспомнил что мы сейчас буквально вот по моему третьей неделе будет в этот раз мы слушаем о жизни святых буквально это будет завтра пусть это будет такая вот реклама маджи ситала ученица шалапурпад рассказывает уже будет второе занятие у бакты сиданта сарасвати топори о жизни вот решимости предание себя господу насколько важно слушать поэтому если что предны завтра у нас такое же время а так это может стать по этой ссылке будет лекция бакты сиданта сарасвати топори вы что-то хотите что-то начало продавать потому что я сказал поправить твоему анекдоту дополнение есть да что на самом деле сегодня родители да они не могут отвечать на вопросы детей они как бы переучивают их природу у них есть вопросы очень такие высокие же дал детей почему мир почему солнце почему я почему тот очень такие высокий высокий уровень до вопросов разума а их начинает приземлять это об этом не спрашиваю вот давай вот об этом будем спрашивая об этом вот об этом это не могут ответить на вопросы что мне помогло мои тоже родители не могли ответить на все мои вопросы когда было ребенком конечно же как и все но что мне помогло кстати интересными отец когда мать рассказала ему о моих вопросах задумался он не мог ответить на вопросы конечно же он не получал даже образование какого-то все время даже школу не закончил нужно работу должен работать но он что сделал он возил председатель горысполкома вот таким выдающимся водителем в городе что он лично возил вот всю жизнь возил всегда только председателем только ему доверяли эту роль и он обратился к председателю горысполкома у которой было два высших образования ответьте пожалуйста на вопрос моего сына вот и вот это меня очень сильно впечатлило понимаете что ответ на не знает но он он уважает на вопросы он не перечеркивать эти вопросы да помогает мне этому мне это помогло тоже искать эти ответы всю жизнь вот эту веру отец не дал что это не глупость то что я спрашиваю даже если не знает мы не знаем чего то мы вместе ищем мы можем сказать да вот я вот тоже вместе с тобой еще ответ на этот вопрос же много-много лет живу до с этим вопросом как и ты вот тоже пытаюсь понять это уже это хорошо смотреть уже это будет развитие внутренние поиск важно не прекращать поиск это дополнение к анекдоту потрясающее дополнение то есть ваш отец очень любил вас и соответственно проявлял заботу да этот приседатель спросила меня ну давай задавайте вопросы а я не ожидал даже не предупредили вдруг приседать мы ехали в машине куда-то там с ним я там тоже сидела со но шутил так хорошо ко мне относился как тоже как племяннику своему ли ну давай вопросы давай какие у тебя вопросы а я так найти арабел мне сказали что не два высших образования для меня как полубог председатель города вообще знаете я тут ну задавали он такой добрый был человек и и меня в голове все смешалось и все свои вопросы забыл а нужно задать вопрос я на дерево посмотрел ну почему дерево круглое и почему не какой-то еще и потом мне посыпались еще вопросы и он мне говорит но это нужно мне еще до высших образования получить то есть тоже не с уважением отнесся ко мне ведь он не сказал что глупости он не говорил такие вещи такие люди попадались хорошие итак у нас есть вопросы да да пожалуйста мадожи рада кришна харик кришна чатан чандры чан прабу примите мои смиренные поклоны харик кришна дорогие преданы примите смиренные поклоны всех вот у меня тоже из разряда глупых вопросов скажите пожалуйста вот кришна явил арджуни вселенскую форму и он говорит что я это показываю первый раз читая вот буквально вчера это с преданными вдруг возник вопрос а что видит тогда брахма он же тоже творец но вторичный творец а что он видит тогда какой он видит вселенную если вот кришна арджуни показывает эту форму впервые что выйдет брахма да 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 насколько я понимаю брама не видит ту же вселенскую форму что арджуна что арджуна близких отношений с кришной абрама он творец вселенной он видит вселенную как свое творение также вид как свое творение а кришну вид как вишну который поддерживает его творение вот это как видение примешивается у брамы он не видит как арджуна вот так таким образом он какую-то форму видит вселенскую но не такую как арджу спасибо большое то есть он не видит этих тысячи ртов зевов там рук он видит вот так вот как бы в целом эту форму да просто как мир я не хочу принижать господа браму вот но он а обусловлен своим положением понимает даже брама абрама воналу капу на работе на даже брама обусловлен свое положение арджуна нет не обусловлен этим положением он просто просто преданный кришне все он не творец он никто он даже даже отказался от своего значения к шатре и когда обратился кришне он все оставил до в этом сознании он передается кришне и спрашивает его брама на обусловлен свои положения поэтому конечно же они по-разному видят эту вселенную когда увидел вселенскую форму который кришна показал нас пытал ужас почему он видел что все подвержено разрушению он увидел ее как бы от начала до конца от начала до конца то все это в конце концов вот этот вот этот гигантский до такой конгломерат энергии клуба га-гам ситхами с такими же существами бесчисленными вот людей вот все все вот это он увидел все подвержено сокрушению сокрушается эта вселенская форма все уничтожается поглощается брама этого не видит брама не испытывает ужаса когда творит вселенную вау спасибо большое прямо действительно по-другому почтила даже что чувствует арджуна что он видит от начала до конца и вот это вот все разрушение спасибо большое это не точно пробу еще и у вас есть время да мы можем какое-то время до еще находиться в вашем обществе лакшми и дэвидаси пожалуйста парикришна поклоны примите пожалуйста гуру махарад преданы дорогие у меня вопрос о вот этой лекции давно я вот пытаюсь понять получается есть понятие варнаш рама дхармы которую шрила правопада хотел чтобы это общество возродить и есть искон искон есть чистые преданные как получается соотносятся вот эти два общества но получается как мы как члены искон мы мы не как вы говорили как мы основа да то есть мы должны возродить эту как браманическую культуру путем воспевание святых имен но сам искон не будет входить в эту варнаш раму это какой-то отдельный разряд до людей как вот эти вот два общества соотносятся искон не будет противоречить варнаш раме он будет внешне выглядеть как часть варнаш рамы как ну скажем там браманы до проповедники это тоже часть варнаш рамы но сознание в испании должно быть трансцендентным а вот можно сравнить искон как солнце вот остальное можно сравнить устройство мира как луну и звезды созвездия вот таким образом и луна и созвездия они отражают свет солнца отражают свет солнца либо они излучают незначительное какое-то сияние но тоже это как бы от солнца исходит эта энергия косвенно если солнце погасить то погаснет луна и постепенно погаснут и звезды вот положение искон подобно солнцу который дает жизнь до варнаш мадхарме вот и не противоречит этой жизни конечно же но с точки зрения сознания кришна не являются частью варнаш мадхармы а частью духовного мира является сознание должен в духовном мире варнаш на для людей которые еще не достигли духовного сознания но они пользуются светом солнца они берут энергию из искон эти знания до которые можно применять при помощи управления шатре чтобы благо получили все люди духовно прогрессировали до осознания кришны до осознания бога то есть можно среди солнцем и склон эти книги бхагавата пурана сердцу но словно солнце договорится бхагавагита тоже рассеивает брак невежество прямо изнутри сердца это подобно солнце трансцендентное а варнаш мадхарма она как продукт трансцендентного знания вторичный продукт не первоначальный первоначально это сознание кричны у нас вот в искон получается сейчас очень мало вот истинных искон но как вот если вы сейчас рассказали да то есть чистых преданных и и большинство членов искон как раз таки имея вот это вот знание вот это вот как внутреннее вдохновение творческую эту потенцию преданные все равно имея желание вы осуществляет их то есть получается что как бы большинство искон это будет варнаш рама все таки чистых преданных все равно будет мало все кто практикует 16 кругов четыре принципа служит шлепраупаде и если при этом он откажется от критики завистливой можете считаю что это движение чистый предан можете считать что это чистый предан а скверняет критика оскорбление оскверняют общество поэтому мы думаем что нам нужно варнаш мадхарма если мы сможем отказаться от критики если кому-то это удастся это будет движение 4 преданных спасибо да пожалуйста моя пресса радха хри кришна дорогие преданные дорогой гуру махарач принести пожалуйста поклоны мэй гуру махарач скажите пожалуйста как мыслят демоны мне непонятно такой момент что какую-то часть век они принимают они практикуют они верят что это так и есть но те же самые веды на другую часть да касательно бога духовной практики они не принимают они могут есть мясо не могут покушаться на преданных и бога это получается они отвергают тот факт что есть кармическая реакция им потом придется расхлёбывать последствия таких действий как как они рассуждают так что вот это вот я приму аскезы аскезы они принимают да это не сложно понять потому что мы все воспитаны в демонической культуре для нас совсем не сложно увидеть какое бы знание демоны не получали которые не пользуются они его извращают например например демон услышал о смирении почтение и терпение там будет делать он будет требовать к себе такого отношения это дема те же самые вещи он применяет другом направлении слышни по отношению к богу по отношению вот к себе меня нужно уважать эти написано смирение проявляйте смирение передо мной почтение вы должны это делать ведь в написано вы должны это делать а если он еще и положение имеет какое-то он сказать я же видишь я же старше я выше должен это делать по отношению ко мне вот это демо то есть потому что они по-своему интерпретируют извращают все что написано те же самые писания все то же самое но они просто извращают а скажите пожалуйста когда хираника шипу произнес речь когда хираниакши убили и он успокаивал родственников хираниакши и вот эта речь он цитировал там веды и все говорил вот как по шастрам и его речь она имела позитивный эффект то есть родственники они успокоились как такое могло произойти то есть он же не практиковал то о чем он говорил но его слова имели вот такой вот эффект 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 нет 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 он практиковал он практиковал он смотрите он рассуждал логически очень хорошо велики в гиане и ранее каши величайший гиане в того времени и карме он говорит что вишну занял то положение благодаря какой-то аскезе он изначально его положение отверг что вот есть бог и все на это да нет просто кто-то достиг этого уровня при помощи великих аскез я вечная душа если я буду вечно аскезу совершать я смогу превзойти его очень простая логика собственно он добился своего материальной вселенной он получил абсолютную власть я же вечная душа какая разница умираю я или я рождаюсь но буду продолжать аскезы делать пока не достигну этого положения и не смещу его почему потому что он не беспристрастная это точно установил он за полу богов он против нас против демонов я уличил его в несовершенстве поэтому значит любой может стать просто он тоже несовершенность любом уже стать богом раз мы в нем нашли несовершенство значит любое например я он говорит могу вечно спешать и стать совершенным наконец если он несовершенно я могу стать совершенным ведь он осознавал вечность души но со своими намерениями здесь даже не в самом знании да да как вот но смысл суть не в самом знании ведическом и духовном а в свободе выбора ответ находится вот мотива до до мотивах или свобода выбора вот вот это очень сложная вещь понять преданным вообще-то очень сложная тема что касается мотивации или свободы выбора в глубине души мы даже не знаем что выбор уже сделан неправильный в прошлом был на основе этого выбора мы уже создали много воплощений прошли множество воплощений вот разобраться в себе как познать себя это считается вот самый важным знанием прежде чем мы сможем от приблиться богу самбанда гьяна до конца понять кто же я по отношению к богу конечно же как иначе себя понять смогу ли принять его руководство смогу ли принять его власть его авторитет его силу его знание его вот его владение то что он обладатель всего смогу ли это принять смогу ли я согласиться с этим до какой степени смогу с этим согласиться имею ли я право на свою собственность на свое положение то есть вот этой очень сложные вещи в сердце человека происходит когда становится на духовный путь вот но арджуна он предался кришне он просто отложил лук в сторону где-то больше них шатри я больше даже не твой друг я твой ученик больше никто больше нет никаких обозначить все обозначения выбросил полностью он выбрал кришну как духовного учителя и сразу получил смотрите такое богатство сразу же богатство знаний это выбор вы по моему недавно рассказывали я слушал вы приводили пример молодой супружеской молодая супружеская пара потеряла у ребенка ребенок умер совсем еще маленьким и они отправились чтобы кремировать тело и в этот момент их встретил шакал и стервят не помните эту историю вы недавно рассказывали где-то и и стервятник и шакал они проповедовали этой молодой супружеской паре на основе бед очень хорошие вещи по моему стервят не говорил на основе бхагава гид о том что душа отлично тело тело мертво поэтому отправляйтесь домой позаботьтесь о душе там совершать обряды читаете молитвы а шакал говорил нет вы должны предаться скорби вы что бессердечные это же ваш ребенок недавно он смотрел умилением ваши глаза зависел от вас поэтому останьтесь все они говорили очень правильные вещи это вечно начали говорить о приводит пример к бхага водите своих комментариев и каждый и шакал и стервятник преследовали у них мотивы были какие чтобы съесть тело ребенка потому что шакал кушает ночью есть а стервятник днем и каждый приводил очень мощные аргументы вот в пользу того чтобы это тело досталось им вот поэтому демоны они могут знать очень хорошо но мотивы каким-то образом демонические потому что без знания невозможно чего-либо добиться наверно так это пример я слышал от вас по-моему вы недавно рассказывали да немножко другой интерпретации стоит та же самая дать шакалом стервятником то же самое мотивации определяет что человек будет говорить одно и то же знание но послышно по разному представлять и то что искал хероника шипу привел пример ямараджа да когда вот он царица то есть херонякши погиб и скорбела вся семья он привел пример что когда-то был такой царь который в расцвете силы красоты и до погиб на поле боя и царицы так стенали так скорбели что ямарадж пришел в облике мальчика и стал задавать им вопросы о душе вы видели эту душу нет а тело перед вами хочу же вы скорбите то есть это знание душе любой как бы ведический демон знает хорошо перевоплощение это не знают все это не знают хорошо но они извращают это знание своим ложным эго пожалуйста ахлада тулы си мать ази хари кришна дорогой гору махараш привет на кинуть пожалуйста мои поклоны у меня вот такой вопрос насчет служения меня как-то попросили послужить и меня это служение чуть-чуть как бы напугало что как будто я еще к нему не готова и но у меня попросили да есть также опыт что что-то ты сначала не можешь делать потом проходит какое-то время ты практикуешь и начинаешь это ну легко делать естественно уже не боишься ничего и как-то делаешь и вот у меня такой вопрос когда вот попросили послужить вот надо предаться и служить прям или ждать ну пока у тебя какой-то ну созреет внутри и ты будешь это спокойно и легко делать вот такой вопрос смотря какая степень риска зависит от того какая степень риска выпада получил наставление от духовного учителя распространять печатать книги распространять но выполнил он его только начиная 70 лет значит начал это выполнять 70 лет страна смотря какое служение поэтому соизберяй свои силы не так что ты берешь любое служение закрытыми глазами не так это не будет разумно если берешь какое-то служение которое ты не можешь делать квалифицированно и все портишь неправильную неправильное решение тогда нужно научиться чему-то там подготовиться к этому сделать у вас еще есть время а если ну поднятых рук нет у меня есть но давай сегодня лекция называется браманическая культура и вы сегодня тоже говорили что очень сложно возродить шила бурпата пишет чрезвычайно сложно и браманическая культура означает защита коров браманов женщин детей стариков ну вот шила бурпата снова снова повторяет об этом защита пяти невинных существ если сейчас посмотреть современное общество то как раз таки полностью точности наоборот рэп буквально ну зеркально не зеркально как это сказать слово полярно точность наоборот как раз таки подвергается эти пять невинных существ пренебрежению насилию коров убивает вообще и потом вы сказали вот похожа единственная надежда в кальюгу как восстановить браманическую культуру это повторять святые имена вот и теперь мы читаем очень много лекций разных есть косвенная проповедь что как-то подобраться как создать условия для повторения но вместе с тем чрезвычайно сложным и вот как эффективно распространять слова святого имени вот что вы думаете вот как как и представляете себе как изменить этот мир который сейчас погряз в грехе столько насилие и как святое имя мы должны преподнести потому что нет другого средства или мощно действующего лекарства который может потихонечку возрождать барменчик культуру материального общество сильнее общество материалистов сегодня сильнее материально сильнее власть деньги в их руках все и в этом много что там заводы и целый тяжелый промышленности легкой промышленности и много всяких спортивных там очень таких вот корпорации которые огромный день еще зарабатывать то есть там много это вот на эти вещи с много целой сеть мощная сеть создана капитала и власти очень могу сносить и что такое из фонда вот сравнить с этим голосом он конечно на глине на ногах стоит говорится нет духовная основа он сам сам по себе разрушится может быть время но в данный момент времени мы не можем противостоять этому голосу смотря на точки зрения мы даже стерегаемся правду говорить да сильно мира сего окропа дома сказать да прямо даже стерегаемся потому что будет реакция тяжелая для нас опасная вот и если мы не можем противостоять этой силе то есть другой метод использовать силу противника говорится айкидо называется и чем сильнее противник тем лучше получается даже еще использовать силу противника или как пропагать тот же вот поезд поезд сейчас поезда кстати по сибири ходят с большой скоростью не как раньше раньше это занимали сутки сейчас где-то в полтора-два раза быстрее очень быстро мы проезжали сейчас по сибири поезда несутся просто и представьте вот такой поезд несущийся до состав целый мы не можем остановить мы не можем вернуть в другую сторону это неправильно направление но сметет невозможно этот колосс можем сместить стрелку там есть управление вот в том месте где есть управление можем стрелку сместить и он просто вот на той же скорости начинает менять постепенно направление идет постепенно 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 на той же скорости разворачиваться в нужном направлении указать направление это айкидо нам нужно тоже использовать какие-то вещи страсти страсти что привлекать людей чтобы радхаты проходили на стадионах где было сто тысяч зрителей допустим и там мантра рок-концерты могут проходить скажем на стадионах где могут там десятки тысяч людей собираться там становится традиции постепенно и там все шоу городские можно показывать на эти там праздники устраивать надо думать как людей привлекать к сознанию кришна например в омске в этом году сейчас и в омске я уже на обратном пути за голос а вот когда я приехал сюда в омск сначала вот в начале лета здесь было радха ядра в парке под названием индийская свадьба то есть несколько пар женились прямо на большой сцене в парке вот все были все наши обряды тамогина церемония была все людей было видимо не видим просто там распространялся весь пар там ел сидел понимаете все там и всем было интересно поставить свадьбу вот а в конце был киртон сумасшедший на площади вокруг боже джаганат все танцевали то вот вот все все люди кому не лень вообще там как сумасшедшие кружились и вот так вот и теперь заказали на следующий год уже несколько пар заказали обычных людей участвуют и свадьбы тоже пройдет это обряд это было красиво это было знаете организованность с танцами с песнями там с концертами в конце концов все за как с этим обрядом свадебным где там дают обед эти вот жених и невеста не слышали там лекцию дали вам семейной жизни от видической культуре где-то 1000 человек одновременно прослушала все это можете представить рты раскрыли все просто они просто рты раскрыли что такого не видели что свадьбы и что-то такое знаете оказывается важная в жизни это не просто жениться развелся да это серьезная вещь там и мужчины и женщины все просто рты по раскрывали замерли и в конце все пошли на радхаятру петь харе кришна все давайте думайте как это делать мне же недавно прислали из ташкента запись там кто-то в кафе поет преданный поет мантры ведические в этом узбекском стиле так здорово вообще и люди там едят слушают там радуются ему машут рукой как ему нравится как он поет немножко харе кришна и там другие имена кришны поет целый день но там поют и так красиво и здорово сделал искать такие способы и и он поет молитвы активно такура вы знаете эту молитву очень сокровенную рада кришна пранамор на узбекский мотив джуга лак еще где поклоняюсь еще один играет такое на когда вы сказали что вот многих проводил рад хаятру под названием фестиваля свадьба я подумал свадьба рада крышны надо же свадьбу свадьбу показать людям настоящее для них настоящую и нас это не настоящая свадьбы для нас настоящая свадьба рада и кришна понятно а для них настоящая свадьба вот муж и жена и мы сначала показывает именно вот эту свадьбу потом говорим о рады и кришне естественно что есть бог тоже женат оказывается да они в шоке да это было ратхаята кстати имеет огромное значение конечно в плане вот проповеди петербурге мы где-то года два проводили ратхаятру на невском проспекте может быть больше но через два-три года на ратхаятру стали приезжать свадебные пары спасибо благословению божеств стояли и просили благословению божеств просто обычный семейный парк людей приезжали божеством так что люди ведь они к обрядам склонны обрядом склонны если мы вот еще эти обряды как-то усвоим до например рождение детей можно проводить какие-то обряды первые зерновые вот эти самскары восстанавливать гарпат гарпат хана самскара тоже будем объяснять эти вещи приглашать их на такие вот церемонии они будут валом эти они в обряды верят до философии они следуют просто обрядом до какие-то знания не обряды поддерживают а потом уже начинает понимать что что за этим но есть знания как это наука помнил можно распространять тоже используя разные методы вспомнил наставление на радамоне предыдущей главе сейчас мы вторую главу первой главе рассказывая о трансцендентной природе кришны любой даже демон думая с ненавистью завистью враждебностью тем не менее он очищается и на радамоне использовать слово монах кришне и нищие не вешает монах кришне не вешает так или иначе если люди живые существа придут соприкосновения слыша думая ушая просадам общаясь с преднами с кришной то это принесет им огромный благо наверно наша стратегии тактики должны быть таким данными околище и на тэна 3 карина про карина монах кришне и невещие чтобы люди соприкасались кришне с его именем и садом свадьбой да вы же проводить свои свадьбы но пусть люди увидят приглашаем на свадьбу пожалуйста людей весь город пригласили на свадьбу это уже несколько таких от и радкая прошло в омске когда весь город приглашается на свадьбу объявляется свадьбы весь город приглашается парк на диску свадьбу люди и наверное самое главное чтобы эти преданные которые проводят вот такие различные программы завлекательные должны читать минимум 16 кругов как мы сегодня говорили потому что это единственное средство могущественное средство тогда их проповедь будет очень эффективно можно такой сделать да если у нас будет бахтии тогда все что будем делать будет эффективным если у нас у самих будет факт и хотя бы сада на бахте хорошие то все будет эффективно все что можно делать все будет хорошо чтобы связано с коричным так или иначе много много что можем делать и также люди как вот я чувствую обычные люди они ждут тех того кто их поведет в жизни хорошей жизни да вот нужно тоже стать такими лидерами нам для людей полезными что могли ввести пост пост поступенчато до хорошим вещам уже зная о цели да но их нужно же привести туда еще не просто показать цель и уйти потому что для них это слишком далеко этой цель может быть то неосуществимо для них этому не ждут еще таких проводников есть люди которые не готовы к духовной практике но готовы идти как-то туда как они могут как ну на что способны соглашаются да что то делать них тоже нужно вести тоже нужно общаться с ними тоже давать им нужно знание тоже много таких людей сейчас в россии замечено очень много людей не знаю сколько тысяч сколько трудно сказать сколько пить и свой спасибо ну наверно последний вопрос на сегодня моды жараби я пожалуйста хари кришна примите мои поклоны все слава шла покупать их у меня вопросы я столько лет вот наш святой книгу вот корана читала ну не поняла да получу хочет сказать ничего не поняла столько я читала 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 ну не поняла там хадисы тоже я читала ну не поняла а когда я баха 2 диту один раз просто так я слышала баха 2 дита я слышала еще вот я столько лет вот обучал вот эту книгу я читала сразу у меня вот разум все поняла баха 2 дитя хочет вот сказать вот здесь вот у баха раз у нас учу хочет оба карета наши и в куране макарета сигареты корово до корова до 40 корова до самое главное зачем вот бог хочет вот эту корову зачем я мой вопрос зачем моя вопрос зачем я не поняла тогда читала вот эту книгу баха 2 дитул один раз я слышала не читала даже слышала и все-все-все-все у меня вот открылась до коран у меня вопрос такой-то ходи кришна что-то карбас пробу может формулировать этот вопрос да матч рабе говорит что она до того как познакомилась книга миша лапура упады читала изучала коран хадисы мухаммада но не могла понять очень многие ценные наставления которые содержались коране и это она осознала когда просто даже не читала бхага вадгита слушала как другие рассказывают о бхага вадгите вдруг и открылись истинный смысл корана то что говорит аллах коране это этот эффект произошел после того как она прочитала или слушала бхага в битву да а вопрос и вот почему это вот такой вот произошло происходит она сказала что-то про корову не совсем похоже это общий вопрос а так говорит одна из главных сур коране это сура бакба корова да называется корова да да но ты читала коран внутри священное писание пыталась понять и размышляла над этим священным писанием поскольку это размышлял а сприкаса с божественным знанием даже не понимая всего ты смогла понять все быстро через бхага вадгита все что ты читала было не напрасно раньше из бхага вадгита просто прояснила все что ты читала и на чем-то размышляла у меня было что-то подобное я читал много когда всяких вещей до создания кришны пытался найти ответы вот там и в буддийские какие-то заходил разделы и классиков читал и философия какой-то пытался изучать но именно именно бхага вадгита все что я знал привела в гармонию не что-то да мне дала еще а просто с гармонизировала все что наблюдал видел изучал раньше вот интересно в бхага вадгита на как бы остается независимой до от материальных знаний она просто все упорядочивает одухотворяет она не вытесняет коран допустим она не вытесняет скажем библию она одухотворяет все что мы вот не понимаем и ту же библию одухотворяет тот же коран одухотворяет и даже мирские знания и которым в школе получали даже даже там кому находит место в нашем сознании вот это бхага вадгита и и как бы трансцендентной роли вина ну что ж тогда на этом придется и хочется останавливаться так как вы в дороге путешествия скорее всего уже с утра провели какую-то программу и устали поэтому на этом на этом завершим грант это шумат бага ватаме ки-жай шила правопада ки-жай ни тайго репри мананде хри хри хри